Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то мы проведем традиционный для этого дня вебинар правильный понедельник. И тему этого вебинара я традиционно предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько тематик по совершенно разным финансовым инструментам на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, это неделя. Вкратце, какие отчеты нас ожидают? Сегодня снова будет много европейской статистики. В частности, ждем производственные заказы Германии, индекс активности в сфере услуг и строительстве. Но, честно говоря, эти релизы, на мой взгляд, уже не смогут оказать значительного влияния на евро, потому что самую значимую статистику мы разобрали с вами за последние две торговые недели. Поэтому сейчас на рынке будет относительно затишье. Во вторник нас ожидают данные по торговому балансу Китая. Вот этот релиз очень важный, потому что китайская статистика и в целом Китай формируют рыничное настроение. И на этой неделе у нас как раз будет возможность несколько переосмыслить наше отношение к риску на основании вот этих вот данных по торговому балансу, а также еще индексу потребительских цен Китая, который выйдет в четверг. В среду состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Это, скорее всего, будут простые уточнения того, что им было уже озвучено во время заседания американского регулятора неделю назад, но все равно, думаю, какую-то лепту он в движение доллара внесет. И в пятницу блок британской статистики, темпа экономического нароста ВВП и промышленное производство. Надеюсь, что эта статистика сможет все-таки вернуть на рынок продавцов, потому что общефундаментальный фон из Англии остается крайне пессимистичный. И я все-таки полагаю, что в определенный момент времени продавцы, которые сейчас где-то все-таки есть в отношении фунта, смогут оказать достойное сопротивление американскому доллару и в любом случае перевесить тот фонд, который сейчас сложился для американской экономики. Давайте вкратце побежимся по основным нашим торговым рекомендациям. Индекс доллара 104.85. Удивительно острая реакция доллара на выход данных по Non-Farm Parents. Такое ощущение, что в пятницу мы получили данные, которые разительно отличаются от того, что было заложено рынком и того, что было некоторое время назад. Ну, скажем, два месяца назад, чтобы сопоставлять эти показатели. Ну, я думаю, вы все смотрели экономический календарь. Конечно же, таких разительных отличий, чтобы можно было объяснить такие мощные движения доллара, их не было. По факту Non-Farm общее количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, 150 тысяч. Прогноз был 180 тысяч. Уровень безработицы вырос с 3,8 до 3,9 процентов. И, пожалуй, наверное, важный компонент, который нужно сейчас учесть и иметь в виду при оценке будущей ситуации с инфляцией и будущих действий американского регулятора, которые направлены на борьбу с инфляцией, это динамика роста зарплатных платов, так называемая инфляция зарплатных платов. Годовой показатель, темпы его роста снизились с 4,3 до 4,1 процента. Я очень рассчитывал на то, что этот показатель останется, ну, как минимум, на тех же самых уровнях. Но оптимист во мне, учитывая последние данные по динамике потребительской активности, роничным продажам и силу рынка труда, если анализировать отчеты по первичным заявкам пособий по безработице, я допускал, что зарплатные платы могут выйти на новые локальные максимумы. По факту мы получили цифры ниже, чем ожидали эксперты. Достаточно ли эта статистика, чтобы оправдать резкое снижение курса американского доллара? Да нет, конечно же, друзья, потому что, опять же, те данные, которые мы получили, это не статистика, которая указывает на то, что рынок труда полетел пропасть в США. И, соответственно, Федрезерв сейчас внеплановое заседание, все мы заканчиваем с ужесточением денежно-кредитной политики. Этого не произойдет. Рынок труда остается довольно стабильным, и до конца этого года у нас будет еще один отчет по нонфармам и еще два релиза по инфляции. Поэтому на основании одного релиза, который несколько выбился из той тенденции, к которой мы привыкли в последнее время, сейчас не стоит делать выводы о том, что дни роста доллара сочтены. Это не так. Если в целом даже вернуться к новостному фону, я надеюсь, вы следите за общими настроениями и видите и определяете для себя несколько вводных, которые должны быть использованы для принятия решения торговли долларом. Общий новостной фон, он остается точно таким же, как он был неделю назад, когда мы наблюдали за восходящей динамикой индекса доллара. Это то, что мы обсуждали геополитику, соответственно, риски, спрос на защитные инструменты. Мы говорили о том, что доходность американских облигаций остается на высоких значениях, и они по-прежнему остаются на высоких значениях. Сейчас значение 4,6%. Это ниже, чем были пики в районе 5%. Но это для меня есть показатель, такой водораздел в уровень 4,4-4,5, когда я, может быть, готов уже отказаться от идеи оправдания роста доллара. Ситуация на долговом рынке. Но пока что 4,6% это высокий показатель, который должен поддерживать восходящую динамику американской валюты. Обсуждение государственного бюджета – это тема, которая будет актуальна уже снова через неделю с последствиями шатдауна. Не забывайте также про риторику Паула от прошлой недели, когда он явно отметил, что руководство Федрезерва не ожидало, что экономика будет настолько устойчива. В третьем квартале сможет вырасти на 4,9%. Поэтому в таких условиях, если экономика будет настолько же стабильной и дальше, ФРС может согласовать дополнительное ужесточение монетарной политики, слэш, либо сохранить ставку на высоких значениях в течение длительного периода времени. Это тоже проявление жесткой монетарной политики. Я не говорю о том, что ФРС поднимет процентную ставку, но я практически уверен в том, что текущие жесткие экономические условия останутся такими же жесткими в течение длительного периода времени. Поэтому в целом предлагаю, раз на этой неделе экономический календарь нас не будет баловать какими-то серьезными фундаментальными отчетами, вот этот период пяти дней спокойных торгов мы еще раз оцениваемся за и против. Посмотрим, как доллар будет вести себя дальше. И на основании вот этих пяти дней в пятницу, думаю, вернемся долгосрочно к оценке перспектив доллара и определим, что делать с американской валютой дальше. По остальным финансовым активам евро против доллара 1,0734. Поскольку сейчас все внимание на курс американского доллара, я предлагаю не использовать. В портфеле два коррелирующих инструмента. Если, опять же, доллар смог, точнее, продавцы сумели перехватить инициативу, чтобы не наблюдать за еще большими потерями, отказаться от европейской валюты и пока сфокусироваться только на долларе. По британскому инструменту я не меняю свой прогноз. То, что фунт должен перейти к снижению индекса активности в сфере услуг плохие. В частности, показатели 49,5 находятся в зоне стагнации. Композитный индекс, который учитывает промышленность в сфере услуг, тоже ниже плинтуса. И ждем в пятницу данные по ВВП и промышленному производству. Статистика, которая также должна разочаровать. И я почти уверен, что фонд все-таки перейдет к развитию нисходящей динамики. По американскому фондовому рынку все, что мы все три недели последние набирали в плане развития вот этого нисходящего тренда, буквально был потерян и компенсирован, нейтрализован, вот так будет лучше сказано, за три торговые сессии. Тот же самый фундаментальный фонд, что и в отношении доллара, начиная от геополитики и заканчивая обсуждение именно возможности сохранения жесткой монетарной политики. Это негативный фонд, который будет релевант также для американского фондового рынка, поэтому здесь я ожидаю развития дальнейшего нисходящего тренда. Доллар иена 149,53. В идеале бы, чтобы пара еще больше откатила, в район 149,48,50. И учитывая, что Банк Японии не намерен отказываться от мягкой экономической политики, будем снова покупать в расчете на еще один тест сопротивления 150 иен за доллар. Так, по золоту, в принципе, такие же установки, как и раньше. Ожидаем сохранение восходящей динамики и движение выше 2000 долларов за тройскую унцию. И рынок нефти 85,29. Фонд, поддерживающий для котировок. Это последний отчет по индексу активности в сфере услуг Китая. Это конфликт Израиля и Хамаса. Это инициатива Саудовской Аравии. Скорее всего, они будут озвучены в ближайшие дни. Продлить добровольное сокращение производства еще на первое квартал следующего года. И решение России дополнительно сократить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Этот фонд, в целом, долгосрочно поддерживающий. Поэтому просто нужно дождаться, когда достаточная сила покупателя вернется на рынок. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok